Вновь сесть за парту в 30, а иногда и в 40 лет сейчас порой единственный способ не остаться без работы. На Цветли теперь подготовку прошли уже более 30 сотрудников. Теоретические занятия ведутся по 4 часа в день. На практику выходят уже после курса лекций. Причем заработная плата сохраняется в полном объеме. Заявки об участии в программе по опережающему обучению подали 120 организаций республики. Но процесс регистрации, сбор необходимых документов и решение комиссии значительно затормозили реализацию программы. В этом отношении нам намного легче, чем остальным предприятиям, потому что в 2007 году мы получили лицензию на право введения образовательной деятельности по поводу подготовки, повышения кадров. Согласно программе, нами заявлено 186 работников. Основное производство на заводе временно снижает обороты. Сейчас медь в дефиците, потому и продукции с каждым днем производится все меньше. И как следствие, больше свободных рабочих сил в одном направлении и острый недостаток в другом. Мы начали переобучаться. У нас сейчас будем прессовщиками на прессу работать. Так как если у нас работы здесь, например, сегодня не будет, то мы завтра будем на прессу работать. В период затишья на производстве основной продукции пристальное внимание стали обращать на отходы. В этом цехе обрабатывают так называемую некондицию. Игорь Слуцков одним из первых пришел в группу переобучения. Новую профессию съемщик оболочки с кабельных изделий он получил за две недели. А теперь своим примером и молодых подбадривает. Приходится соответствовать времени, более полную занятость на целый день. То есть вот я и на этом станке могу работать, и на том станке на прессе. Более высокая квалификация. Соответственно, и заработок. Кстати, сумма субсидий, которые выделили республиканские и федеральные бюджеты на переподготовку кадров этому заводу, более миллиона рублей. За счет этой суммы должны полностью сохраниться и рабочие места, и, соответственно, заработные платы. Алена Бушуева, Евгений Мартынов, Вести Мордовия.